приветствую друзья и гости канала возвращаемся на нашего ранчо на севере техаса местечки эльм крик сегодня у нас предстоит месяц октябрь сентябрь без вашего внимания не останется потому как в начале этого ролика я предлагаю вам посмотреть какие у нас были движения в сентябре для того чтобы потом вернуться и уже работать на наших полях со свеклой и подсолнечником вперед и и и Продолжение следует... 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 кстати говоря что у нас тут так пашка расслаблана как остается что-то не выходит так он автоматически так что тут он этот затупил малость ну-ка и блин теперь нормально пойдет так а у нас тут по-моему ячмень сейчас мы тут сами немножко повозим или нет что-то я забыл так мульчирована оккультеваться было все 455 здесь выучил бы заморочиться органикой так что там после зерновых можно сажать у нас сейчас таки посмотрим там поле номер 51 она случайно не подешевела чтобы я его смог купить в общем как-то так будет все это дело опять не так так ну в принципе дальше я думаю вам это все дело не так будет интересно поэтому увидимся уже с вами наверное после перемоточки уже наверно ближе к уборке а пока что будем вот эти поля закидывать и и и и и Продолжение следует... 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 Ждем подхода своих полей. Скоро-скоро. Какая же классная кабина, этот трактор. Я себе хочу такой трактор. Да, определенно. Закончили мы с кукурузой. Видите, даже 17 кубов себе возьмем. Сейчас будем ее высушивать. Контракт по сой закончен. На свеклу на большом поле тоже убрали. Сейчас будем на маленькое перетаскивать нашу руку. Сначала только ее надо заправить. Так, и получается семечки. Контракт по семечкам тоже сейчас мы завершим. Вот так вот. Значит, у нас еще по контракту доставка муки в пекарню. Сейчас мы выгрузим. Он уже приехал. Будем продавать хлеб. Отвезли мы тюк. Один хлопка на контракт. В общем, закрываем контракт и ждем уже созревания своих полей. Вот такие планы. Так, в данный момент делаем манипуляции по выгрузке кукурузы. Вот в эту сушилку. Мне нужен еще один вот этот трубный транспортер приобрести. Конвейер вооружной. Потому что тот у меня маленький, только на выгрузку работает. А вот этим туда-сюда мотаться крайне неудобно. Туда-сюда его дергать. Ну ладно. В общем, сейчас мы сушилку и кукурузу выгрузим. Отвезем семечки и поедем на свекловичное поле. Надо забрать жатку от рока. А раба переводим на заправку. Вот такие вот будут дела. Так, да, довольно-таки длительное видео это выходит у нас. Смотрите сами. Практически всю осень я тут обозреваю в этом ролике. У нас с сентября. Вот сейчас ноябрь же наступил. Денечек уже только-только просветлел. Сейчас мы начнем заниматься нашей живностью. А потом плавно перейдем уже в наш основной труд. У нас сегодня уборка двух полей со свеклой. Уборка семечек, которые все поспело. У нас еще есть производство. Мы запустили производство резаной свеклы. Как видите, тут небольшую локацию я сделал. Немножечко платформу, платформу, площадочку подготовить для того, чтобы свеклу здесь складировать. И потом ее, в общем-то, дробить и продавать. Свеклы на сахар у нас предостаточно. Там сто, получается, так вот смотрите. В одном кубе тысячу литров. У меня там 111 тысяч. Получается сто 111 кубов, да? Что я немножко запутался. В общем, свеклы много. Я уже что-то начинаю немножечко с ума сходить. Так, и у нас еще три поля по контракту сегодня. Все они с хлопком. 70-е поле, 59-е, 38-е. В общем, хлопка у нас в этом году все-таки будет нормальное количество. Я надеюсь себе что-то оставить. Я, как вы видели на магазине, кто обратил внимание, такой степдек купили мы. Он для крупногабаритной техники не подходит. А вот для перевозки мелкогабаритной техники и для перевозки тюков он как раз. Так, из покупок что мы еще сделали? Мы купили ненужный нам распределитель. Распределитель удобрений, который не распределяет известь. Конечно, я отдал. Я тот отдал из аренды, а купил абсолютно мне ненужную вещь. Ну, 51 тысяча. Мы 60 заработали на контракте с мукой. Кстати говоря, мы продали муки по контракту на 60 тысяч. Это очень кстати было, потому что не очень хорошо было с финансами. Сейчас у меня 300 тысяч остается. Ну, что мы еще приобрели? Мы приобрели новый кормораздачек для животных. Я имею ввиду, я по карте приобрел. Так, приобрел я еще кормораздачек новый. Сейчас с того мы все высыпем и будем уже наш использовать. Новенький кормораздачек. Не очень мне вот этот трактор, конечно, впечатлил. Он медленный и от него, в общем-то, толку, мягко говоря, как от козла молока. Так вот просто для красоты коллекцию. Так что нужно будет что-то подумать в плане более мощней техники. Надо просто будет что-то поиспытывать, взять, может быть, в аренду покататься, чтобы потом купить. А так просто взять его для того, чтобы... Не, ну как он мне помогает. Сено ворошит. И более, в общем-то, он особо ничего... Ну, не тяговитый. На нем что-то делать, он очень медленный. Поэтому, наверное, все-таки на следующий сезон будем его продавать, ровно как и двух комбайнов. Мы в этом году на них отработаем и их продадим. Что-то я так ничего не могу подобрать себе в постоянное. Да и смысл их брать, держать их практически весь сезон, чтобы они стояли и за них платить. Поэтому я брал дешевую технику, чтобы особо много за нее не платить, не содержать ее. Вот. Поэтому все по минимуму. Надо немножко... Все у меня вот пока что мечта заработать миллион. Вот как только будет заработан миллион, так одна цель моей миссии на инклике будет, в общем-то, одна цель будет достигнута. Вот сейчас мы практически поллямы собрали, но все я потратил на всякие ништяки. Вот. У меня здесь имеется... Вот он, уношной прицепчик. Есть мысль то, чтобы, в общем-то, всю вот эту территорию... Купить, во-первых, вот эту площадь, пока она дорогая. Видите, 25 тысяч стоит. Вот. Здесь сделать поля с травой, ну, либо с кукурузой, чтобы полноценно силосом заняться. Получается, тогда нужно будет одно место для травы и еще одно место для силоса. Поэтому нужно приобретать место. А здесь большую... Большую локацию для животноводства хочу сделать. Все-таки, пока что, все-таки, склоняюсь я только к коровам в этой части именно. Еще, думаю, где-то курятничек нам надо ставить, потому что нам нужны куриные яйца для того, чтобы, в общем-то, цепочку производственную по тортам исполнять. Пока такие планы. Ну, это далекий план. А ближайшие планы надо собрать наш урожай сегодня. И сейчас мы начнем этим заниматься. Так что, в труды, потихонечку. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ну, как-то вот двумя комбайнами с подручней убирать. На соседнем поле через железную дорогу убирается хлопок. Широкая жадка у него прям такой захват большой. Так, уже мы запустили красненького по той стороне. Сейчас я выгружаю этот бункер в мак и сразу будем отвозить всю эту шелуху на маслобойное предприятие. Да, масло будем делать. Там уже, кстати говоря, часть продукции есть. Уже запустил тут же обрабатывать тополе, готовить его к весне. Все. И приступаем к самому главному. Субтитры добавил DimaTorzok Немножко в финансовом плане подразгрузим мы нашу ферму зимой. Мы отдадим все из аренды. Ну, не все, но очень многое. И продадим вот эти два комбайна. Они нам больше не пригодятся в этом сезоне. Ровно как и в следующем. Потому что в следующем сезоне будем покупать уже технику посерьезнее. Я надеюсь. Маслице у нас пойдет. Все у нас пойдет как надо. Так, загружена часть. Теперь вторую. Вторую вагонетку. Так, ну и тот уже 70% добираю. Да, ну так еще тюк хлопка отвезти в столбуре. Один тюк уже заготовили. Нужно еще отвозить. Так, наверное, сейчас этот комбайн отправится с какого края. С того края мы, наверное, не успеем. В принципе, успеем. В принципе, успеем. Что, он довольно шустро молотит. В принципе, и тут неплохо молотит. Ну, что вот. Ну, семечки, они всегда такой набор. Не особо. Смотрите, вот это поле большое убрали. Я думал, прицеп соберем. Не, нифига, прицеп не собрали. Не собрали мы прицеп. Поле вот это вот по контракту было у нас. Получается, 41-ое поле, 40-ое поле было по контракту. Оно тоже там было с семечками. Так, ну все. Сейчас мы та его друга выгрузим и повезем в наши семки. Будет из него высококлассное масло подсолнечное. Да. Кстати, нет, там рапсовое масло у нас. Семечки мы еще не отвозили. Там рапсовое масло. Так, буквально посмотреть, как он тут убирает. Убирает здорово. Все хватает. Все добирает до последнего косточка хлопка. Чисто работает. Третий тюк сейчас выгрузит. Слушайте, ну идеальное поле для хлопка, 70-е. Просто идеальное. Огромное, большое. Уже третюка сейчас будет. Мне нравится. Там мы должны собрать очень хорошее урожай. И за поле по 70-му полю за контракт 14 тысяч дадут. Это хорошо. Мне нравится. Так, ладно, погнали наши семки отвозить. Все, как раз выгрузились. Поехали. Поехали. Так, ага, и тот сейчас закончит. И перейдем мы на поле номер. 42 объединять я их не стал. 41, 42 и 43 я объединять не буду. Хотел я прикупить для мака дампер для сахарной свеклы. Но сахарный завод у нас располагается в слегка неудобном месте. Поэтому с большими тралами там будет крайне неудобно ездить на тракторах. Будем, а точнее там один трактор будет работать. Я, кстати, прицеп хотел обновить, чтобы... Хотел купить ему этот крэмп-бандит, который с... С раздвижным полом, но пока не приобрел. Ну, не знаю, может возьмем. Может быть, вместо этого... Как он там, туба. Вместо тубы возьмем. Продолжать дальше. Собирать урожай. Впереди свекла. Впереди перемоточка. Ну и потом уже мы будем подводить итоги. Я бы даже сказал, наверное, итоги ввода. Потому что что там декабрь? Декабрь уже практически ничего не остается. Все пойдет в производство. Все, что есть. Так что, наверное, уже включусь я на подведение итогов. Ой-ой-ой-ой. Разобили фару. Ну, а вы же смотрите дальше. Что у нас будет происходить. Все, пошел процесс. Пошел процесс производства. Подсолнечного масла. Нормально. Из двух одно. Неплохо. Так, 144 можно. Ну, нормально. Я думаю, я не соберу 144. Ну, ладно. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, очень прям понятно Насколько я помню, после свеклы особо ни хрена не посудишь Так, что же можно сажать-то, сеять или сажать, не знаю Ну как вариант Как вариант Можно Травку посеять будет Да, и сюда Так, работает О, резаная свекла уже идет Строит, сохраняющий В общем, мы сейчас сюда привезем, наверное Так, конвейерная система, это далеко будет, ребят Это надо очень длинный конвейер вести Конвейер я сейчас куплю на Нашу коровничек На возгрузить А вот ковшовый погрузчик мы сюда отправим Скорее всего Видели, сколько тут свеклы я навалил Я не знаю, порядка я сбился со счета Где-то около 7-8 прицепов Это много Учитывая, сколько я еще отвез на завод Да, в общем Подводим небольшие итоги Закругляем видео Большое видео Эпопе с хлопком уже будет в следующем видео Видели, как я складирую тюки хлопком На нашем коровнике Потом мы это белое золото будем отвозить На локацию по контрактам И что-то оставим в себе Все это уже в следующем видео будет Промульчировали поля Здесь, наверное, будет сейчас внесение удобрений На всех полях, которые убраны Навоз будем раскидывать твердый Туда я сейчас привезу погрузчик ленточный Чтобы легче было грузить его Вот таким вот образом Завершаем мы наше видео Ноябрь уже близится к завершению И все Спасибо, ребята, что смотрели Надеюсь, было интересно Как всегда услышимся В очередных сериях Продолжаем работать Где-то на севере Техаса Нам крик Все, ребята, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok